Привет, Эль Декорейшн! Меня зовут Ирина Чернейкина, я основатель студии дизайна Вау Дом. Добро пожаловать ко мне в гости! Проектировать для себя – настоящий челлендж. Я постоянно меняла концепции. Едва мой муж Гоши привыкал к одной, как я тут же ее меняла. Был радикальный минимализм и стиль путешествий. В итоге мы остановились на интерьерном стиле с латиноамериканскими нотками. Основываясь на опыте своих клиентов, я искала квартиры без лишних вложений. Например, вложений по замене радиатора, входной двери или окон. Я не хотела менять приборы отопления, поэтому утопила их специальную нишу, оформленную декоративным экраном, выполненным на заказ. А подоконники были сделаны из того же керамогранита, что лежит на полу. Площадь квартиры всего 70 квадратных метров, поэтому планировка была очень важна. Например, я хотела, чтобы оба окна просматривались из каждой комнаты, поэтому применила стеклянные раздвижные перегородки. У нас есть код Матис, поэтому раздвижные перегородки мы держим всегда открытыми, чтобы они не препятствовали его передвижениям по квартире. Еще одной фишкой нашей квартиры стали дизайнерские стоперы от Zuni. Они не позволяют дверям закрыться полностью, поэтому код может спокойно проходить по своим делам. Основная идея оформления спальни – итальянское панно в изголовье кровати. Принт называется «Калифорния». Он напоминает нам о нашем с мужем путешествии в этот штат. Вместо покрывала я использовала «Килт» от французского бренда «Лесой». Он позволяет мне очень быстро и красиво, без особых хлопот, заправлять кровать каждый день. Первым объектом, который появился еще до покупки квартиры, стала эта картина, которую мы купили у уличного художника в Майами. Мне очень нравится стиль примитивизма, поэтому я влюбилась в нее с первого взгляда. В ванной все получилось очень круто. Здесь каждый предмет поднимает мне настроение, но мои самые любимые – это зеркальная лестница, шарик и оранжевый табурет. Вертикальные профильные светильники создают особую атмосферу, а в качестве цветовых акцентов я использовала свой любимый оранжевый цвет. Он проявился в табурете, душеволейке и внутренней отделке декоративного освещения. Кухня в небольшой квартире должна стать частью гостиной. Так родилась идея кухни-вкладыша. Фоном для нее выступают деревянные панели, где с одной стороны это просто панели, а с другой стороны это холодильник, встроенная бытовая техника и система хранения. Рабочая поверхность плавно перетекает в зону столовой, а вытяжка выезжает только при необходимости. Подвесной светильник от Floss стал настоящим арт-объектом. Он просматривается почти с каждой точки квартиры, а в качестве дополнительного освещения этой зоны я использую поворотные полки от Cheser. По задумке Филиппа Старка, бытовая техника является отражением нашей повседневной жизни, поэтому он сделал ее зеркальной. При желании каждый может увидеть в ней искорку, поэтому обратная сторона ручки духовки оранжевая. Одна из стен в гостиной превратилась в библиотеку, где я расположила свои любимые архитектурные книги, а эти часы на стене фабрика Номана сготовила специально по моим эскизам. Они существуют только в единственном экземпляре. В целом весь интерьер является отражением наших с мужем интересов. Например, в прихожей стоит его серферская доска, которую мы привезли из Бразилии. Кстати, ее дизайн тоже был разработан по моим эскизам. Яркий оранжевый цвет перекликается с дизайнерскими крючками на стене и ручками встроенной гардеробной.